Всем привет, с вами Однорукий Борис, и мы с вами продолжаем играть в игру Vampire Survivors. Две предыдущие серии я перезаписал, и сейчас продолжаю проходить дальше. Вот, версия у нас уже, как видите, 1.0.109, опять изменения у нас произошли. Во-первых, тут, сейчас я захват курсора сделаю. Вот, версия такая, здесь появилась Однорукий Бет, и я в стиме, по крайней мере, так я себя записал. Вот, в настройках, смотрите, у нас попробовал полный экран сделать, но так он и не сделал все у меня. Классические звуки, я не знаю, что это такое. Ну, экранный джойстик, это не помню, было ли нет, количество урона это было. Скрыть прогресс этапа, тоже не, не помню, было ли это такое, или нет. Эффектный режим, можно попробовать. Так, тут подключиться к твичу, к своему восстановлению данных, это понятно. Короче, это посмотрели. Так, усиление, смотрим, может быть здесь что-то добавили? Не, ничего не добавили. Назад. Коллекция. Так, в коллекцию ничего тоже не добавили, мало вопросиков у меня тут осталось. Ну да, не так уж и много, 107 открытые, 126. Да. Бестиарий. Ля, тут смотрите, как много добавили, да. Эндер. Сумасшедший. Оттоплятель. Трикстер. Ля, это же... Эти самые, Смертия, Фиолетовая, Синяя, Желтая. Упал Херувим. Так, ну тут на самом деле... Я помню, что в бестиарии тут вообще мало было чего. Вот, теперь прямо вот целый список. Ну, мы это с вами потом посмотрим. Короче, смотрите, тут еще быстрый старт какой-то есть. Еще плюс у нас же есть еще рандом. Ля, смотрите, тут еще безумный лес. И галочки какие-то стоят. А, это, наверное... Я не совсем понимаю, что за галочки пока что тут стоят. Вот, плюс у нас еще же набег боссов есть. То есть тут после... Ну, перед тем, как я начал восстанавливать вот эти две серии, я, короче, дошел вот именно вот до этого момента. И тут, на самом деле, много чего мне надо делать. И надо попробовать набег боссов попробовать. Еще вот этого рандома. 17 косарей. Так, давайте я сейчас опять уберу, значит, курсор, чтобы он тут не мешался. Так, потом еще быстрый старт. Давайте быстрый старт посмотрим, что это такое. Так, вот это вот. А почему мне этот быстрый старт за ламу начало играться? Так, письма на давайте. Так, я пока не понимаю, что за быстрый старт такое. Так, повтор. Шесть повторов. Почему у меня шесть повторов? Я уже забыл. Так, канделя проберу. Сразу. Ну, если предлагают, почему бы и нет. Вот, короче, если я не пойму, что такое быстрый старт здесь, ну, значит, полезу в интернет смотреть, что это такое. Да, слушайте, на самом деле, когда я восстанавливал вот эти две серии... Так, святую воду возьму. Когда я восстанавливал вот эти две серии предыдущие, ну, мне же пришлось там практически по новой все делать. И я, на самом деле, вообще забыл, как там вообще игра начиналась. Я реально забыл, как я начинал, когда я там вот за вот этих вот самых первых персонажей играл, как мне было немножко сложно проходить, как я там всего-то несколько минут выживал. А тут я прокачался и... Я вообще сильный и столько карт прошел по многу раз. Так, песню маны беру, потому что она тут немножко шире получается. Вот. Плюс я еще знаю, что еще... Давайте ромотрейсер возьму тоже. Я еще слышал, что тут еще персонажей... Завезли вот в этой... Вот в этой версии. Ну и еще плюс слышал, что версия 1... Вот это вот 1.0, в которой я сейчас играю. О, шпинат. Зачи шпинат возьму. Для урона. Короче, вот эта версия 1.0, это релизная версия. Вот. Я на самом деле не знаю. Возможно, это так и есть. Да, блин, я столько монет уже собрал здесь. Улучшим. Вот. А когда я вот опять начал вот играть, я там макс... Самый максимум набирал 100 монет. Представляете? Ну, это я сейчас опять говорю о том, как я проходил там... Игру для восстановления серии. Так, броню берем. Так. Так, что тут? Огненный жезл давайте возьмем еще. Вот сейчас на самом деле вообще легче играть стало. Ну, в смысле не стало, а вот я сравниваю те прохождения, когда вот вообще с нуля начинал играть, и вот это вот прохождение, когда я уже прокачанный. Так, топорик. Топорики берем. А что у меня жизни так мало? Ай! А, у меня же оживитель теперь есть. Ясно. Я же оживление взял, господи, точно. Я уже подумал, что все. Так, что тут письма, она опять берем. Блин, вот эти чипа. Что-то на самом деле за ламу. Вот это вот. Если я не ошибаюсь, это же лама. За нее что-то как-то, блин, чешко играть. Так, вот это вот золото возьму. Так, давайте я все-таки возьму сундук, потому что... Ну, что я не знаю. А как-то тут не выложу вообще. Так, канделебр. Не, ну канделебр-то, конечно, прикольно. А, я, кажется, понял, почему тут это самое не тяжко. Потому что тут куриц нет. Мне, по крайней мере, сейчас не попадаются курицы. А появляются только деньги. Ну, кстати, фармить золото тут можно. И он почти тысячу рублей нафармил себе. Точнее, уже тысячу. Так, и чего, и сколько мне тут оживляться получится? Я на самом деле вообще не считаю, сколько у меня тут оживлений. Так, хотя бы монетки вот эти вот возьму. И мешочек вот этот с золотом. Я вообще что-то как-то неосторожно играю. Вот если честно. Захожу в толпу, блин. Неаккуратно. Зачем я так делаю? Так, топорик берем. Здесь, естественно, тоже все беру. Подбираю. Ну, потому что у меня как бы нет намерения прокачиваться тут прямо до конца. Я вот просто сейчас проверяю, что такое этот самый быстрый старт. Слушайте, сейчас помру, блин. Ой, там еще один был этот. Успею, не успею взять. Есть, успел. О, пятикратный. О, тут еще и пятикратный можно остановить. В прошлый раз у меня пятикратный сундук, он эскейпом не тормозился. Приходилось ждать. Жаль, на говоря. Так, зеленая смерть пришла. Дайте я хотя бы золото возьму. Все равно помирать сейчас буду. Под конец совсем уже взял этот самый магнит. Миша, один удар остался и все. Ну-ка. А, тут карта даже не открывается. Понятно. Так, золото подбираю. Слушайте, я уже сколько хожу тут вот с этой полосочкой маленькой. и меня никак убить не могут. Не, ну классно, конечно, что мне тут с такими вот маленькими жизнями одолеть не могут. Это, знаете, всегда так. Короче, хочешь, чтобы хочешь побыстрее слиться, а не получается. Опа! А, ну да, усиление же есть у меня. Так, ну, проиграть стало чуть-чуть сложнее. Хорошо. Тут уже змеи поползли. Ля, как много опыта. Есть. Победи. Короче, выход. Достигнут уровень. Заработано золото. Да, лама ладонна. Хорошо, пробуем еще раз. Быстрый старт. Ага, то есть уже библиотека. Ой, тости. Тостик, ладно, взрывайся. Чеснок давайте. Этим тостиком. Ну, давайте лавр возьму. Чтобы подольше прожить. Пока что, пока что легко. Пока что есть чеснок. Ко мне слабенькие ребята не подходят. На самом деле, я как-то очень смело таким вот персонажем прямо в толпы влетаю. Ему реально вот один удар надо сделать и все. Тостиком. Тостику этому. блин, как же, как же я его долго доставал. Знаете, заклинатель возьмем. Кто его знает. Может, у меня... Может, мне удастся прокачаться нехило. Ну вот, пока пускай идут ко мне. О, а вот эти вот уже посерьезнее будут. А нет, не посерьезнее. И сопли эти тоже несерьезные. Они как бы тоже отвариваются сразу. Так, ну шо? Голубя прокачиваю. Так, волны все идут и идут. Че, наверное, пора уже собирать опыт. Ладно, собираю. Так, кого? Голубя беру. Так, там вот этот торгаш стоит. он, конечно, продает такие оружия, которые, ну, я бы не взял бы. Вот, но зато он яйца продает. На самом деле, эти яйца, я не знаю, я их тоже, как бы... Не то, чтобы я их покупал, когда проходил предыдущей серии, да? Вот, я знаю, что эти яйца, они усиливают персонажа, но я что-то как-то их и не особо, да, покупаю. Вот, кстати, хочу напомнить, что так как вот эта вот версия 1.0, она уже вышла очень-очень давно, вот, и дело в том, что я вот эти вот серии записываю задолго до их выхода, ну, их выхода на ютубе у меня. Вот, ну, вот так вот получается у меня. То есть, это чисто вот просто параллельно вот этой игре я прохожу еще другие игры, которые мне интересны. Ну, и, собственно, получается так, что серии конкретно по этой игре они выходят не сразу. Не сразу, во время выхода новой версии. Вот, а так, я, конечно, вот новая версия вышла, я ее пробую. Вот. Шпинат может взять. Ну, я, короче, понял. я понял, что тут быстрый старт это вообще рандомная карта, рандомный персонаж. То есть, если мы тут сами выбираем за кого мы будем играть и на какой карте, то здесь за нас решает компьютер. Так, здесь уже пошли вот эти вот скелеты, которые нас уже будут бомбить. и на самом деле, я вот специально взял вот эти вот сундуки, чтобы вот прям вот сразу собрать все золото, которое в них спрятано, потому что скелеты, они проходят сквозь мой чеснок и успевают до меня дойти и убивают. Вот. Окей. Все. Быстрый старт. Это я понял, что такое. Так, усиление. я даже не знаю омни и проклятия усилять. Так, давайте я сначала вот это рандом открываем. Вопросик. Давайте я случайный эффект. Ля, смотрите, выбор этапа. Пусть краю нашего мира поллава. Преодоление лимита тут еще есть. Так, ну-ка, подождите. 1, 2, 3, 4, 5. Бонус, бонус, челлендж, челлендж. И вот это челлендж. Ё-моё, тут столько всего вообще, блин. Столько тут всего вообще пробовать надо. Опять, наверное, залипнул в эту игру. Давайте сначала мы же вопросик пробуем, да? Вот это вот берем. Реально вопросом. Не играемся, ну-ка. нет, прикол, конечно. Так, ну-ка. Я, в смысле? А, у нас, я же на тап нажимаю на карту, представляете? Так, тут я вообще не понимаю, что тут у этого вопросика есть. Магнит 47 желтым выделено. Ну, значит, притягивание у него большое, да? Ну, кстати, да, притягивание такое хорошее. Так, чеснок взял. За вопросей я тоже, наверное, особо париться не буду сейчас. Сколько проживу, столько проживу. Буду лезть на рожон. Так, ладно, пускай стоит пока что. Вот, вообще, я не ожидал такого прикола. Он даже, смотрите, меняет свою форму, когда ходит и когда останавливается. Он останавливается именно в той форме, в которой, ну, вы поняли, да? Прикол, конечно. Это, конечно, прикол. Прикол. Да, будет, значит, у меня еще дофига серий, по-моему, по этой игре. Вот, мне так кажется. Потому что у меня тут были планы на эту игру еще до выхода вот эта вот версия 1.0. Вот, а тут еще выпутилась вот эта вот версия и опять много нового тут у нас получилось. плюс я нечаянно прошел Капеллу Магну, которая тоже открыла новое что-то, новый контент у игры. Да, новый контент, который у меня выходит с запозданием. Я вот уверен, что абсолютно все, кто играет или играл в эту игру вот в момент выхода вот этого видоса уже давным-давно прошли эту игру вдоль и поперек и уже всем вообще неинтересно в нее играть. А я тут сижу мне все интересно как будто да и мне реально интересно поиграть давайте хотим убиться от этого самого босса ну что ж придется ждать придется ждать когда придет сильный соперник от которого можно убиться не ну вопросик прикольный может быть мне повезло с этим вопросиком то есть вопросик это же рандом то соответственно сам персонаж это знак вопроса и возможно у него рандомное либо рандомное оружие в начале либо какой-то рандомный эффект вот здесь слева вот короче если кто-то знает за этот знак вопроса можете в комментариях написать что да как то что за него я играю вообще первый раз только сейчас его открыл точнее открыл я его чуть раньше но за деньги я его открыл вот это я хотел сказать так давайте соберу опыт жезл волшебный ранд трейсер тоже волшебный наверное о сейчас вот об этого попробую убийца ну-ка я все-таки хочу собрать да я наверное сделаю серию где я его победил ну ладно давайте вот этот возьму тут кстати левой кнопкой мыши тоже сундук отменяется не ну на самом деле этот уровень он вообще не сложный я вот вообще никак не стараюсь и все равно я у меня полной жизни никто меня не убивает блин о скелеты пошли зато зато пошли скелеты которые а я тоже побеждаю быстро о взорвись 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 нет не взорвалась блин блин я до них сам не добегаю о я кажется знаю что можно сделать тут же по бокам кольца стоят а эти кольца охраняют очень сильные ну достаточно сильные ребята ну вот сейчас я до них добегу и посмотрим и посмотрим все мне тут будет дальше по серии но вообще серия вот это вот она будет наверное коротенькой по крайней мере я вот сейчас посмотрел знак вопроса рандом новый персонаж типа да я наверное так и назову серию типа новый персонаж или даже так типа новый персонаж со знаком вопрос вот так книжку красную мы прошли нам ее подбирать не надо о толпа может ты меня побегишь толпа ски а слушайте толпа скелетов побеждает меня ну отлично а че это о босс меня сейчас победит смотри блин это я босса победил зачем так ну вот эти сопли с призраками они как бы очень простые очень легкие они как бы убиваются вообще с полпинка поэтому продолжаем идти к кольцам ну кстати я уже почти дошел уже смотрите даже не то чтобы кольца к стрелочке пришел вот сейчас он меня убьет есть именно для этого я именно для этого я сюда и пришел чтобы убиться об этого персонажа собственно вот рандом набирать всяк обычное золото x1 вот тут у нас тут у нас еще секретики иногда нужно просто попросить помощи опять до сих пор не понимали что тут да как короче да давайте я вот такую небольшую серию сделаю на 40 минут вот открыли мы значится продержитесь 30 минут играя за гала или дивана открывает браслет а кто такой гала гала или дивана леда пепина у меня таких а смотрите зилас с этим самым ну-ка а если назад и опять начать марионелла и вот это оружие так я кажется понял теперь что за рандом такой шаланда ну и имя конечно звучит микучина слушайте это реально рандом то есть у него и имя меняется и оружие вот короче да на самом деле тут и этих самых дел у меня дофига тут как я уже говорил давайте я вам покажу вот это вот зудомония м надо попробовать что это такое преодоление лимита тоже попробуем плюс еще мне же еще открывать все вот это вот надо и плюс еще новые персонажи есть короче на самом деле достаточно всего тут надо ну да и кстати да я перепроверил информацию короче вот эта версия 1.0 это уже релизнутая версия игра релизнулась значит 20 октября 2022 года вот на момент записи вот этой серии 21 октября да то есть практически сразу играю в этот релиз и насколько я знаю игра стала чуть-чуть дороже я ее покупал за 80 рублей сразу после того как купленов play да купленов play начал в нее играть ну точнее как начал одну серию сделал вот я говорю я смотрю вот так вот думаю опа классная игра смотрю в стиме она действительно 80 рублей стоит вот на момент выхода вот этой серии пишут что игра теперь стоит 200 рублей прикиньте чуть больше чем в два раза игра подорожала поэтому кто не успел сорян купить игру совсем за копейки вот собственно да вот такая вот игра вышла ой игра вышла говорю серия вышла я даже не знаю если игра релизнулась то собственно вряд ли будут какие-то большие обновления хотя кто знает может быть разработчики подумают и сделают еще какое-нибудь обновление крутое да которое изменит игру всю посмотрим вот короче прикольно это я получается все серии которые я записывал именно до вот этой серии я это все делал в игре которая была в раннем доступе у меня на самом деле такое вообще впервые чтобы я играл в игру которую разрабатывают это прикольно вот собственно все я даже не знаю что еще добавить поэтому заканчиваем эту серию ставьте лайки подписывайтесь на канал если вам все понравилось вступайте в группу вконтакте и ссылка есть на нее в описании ну а мы с вами увидимся в следующей серии это была игра Vampire Survivors с вами был однорукий Борис всем удачи и всем пока в следующей серии подписывайтесь на наш канал Субтитры подогнал «Симон»